Первый в истории Вологды шахматно-шашечный турнир на призы ТОСа объединил десятки детей и взрослых. Прошла интеллектуальная игра во дворе дома на Псковской 8 в рамках городского проекта «Дружные соседи». О ходе игры и ее итогах расскажет Мария Поздеева. Несмотря на то, что у черных на коня больше, у белых очень сильно атак, и я надеюсь одержать в этой партии победу. Без малого почти гроссмейстер Иван Розум показывает начинающим игрокам основные тактические приемы. Это сеанс одновременной игры и мастер спорта международного класса против сразу 14 соперников. Я подхожу, делаю ход, они думают потом, когда я, ну то есть по кругу я так хожу, вот, когда я подхожу к столику, соперник делает ход, и я отвечаю, дальше иду, в общем. То есть это один против нескольких. Среди соперников и опытные шахматисты и новички. Одним он рассказывает правила игры, другим объясняет особенности тех или иных ходов. Провести такой дворовый турнир в рамках городского проекта «Дружные соседи» предложил ТОС Псковский. Вместе с представителями шахматной школы Вологды. В истории города это первая подобная игра. Раньше во дворах были игры, люди общались, более дружелюбные, дети были заняты. Глядя на взрослые, дети подтягивались с таким мероприятием. Ну, в общем, возродить эту старую традицию, возродить игру, возродить вот это общение, чтобы меньше агрессии было. Точки соприкосновения, как правило, рождают еще что-то новое. Желающих поиграть в шашки и шахматы под открытым небом нашлось немало. Юрий проезжал мимо на велосипеде и не упустил шанса сразиться с профессионалом. А я вообще люблю такие общественные мероприятия, в принципе. И мне стало интересно, я к тому же еще умею играть, так думаю, почему бы и нет. Дима на турнир пришел вместе с бабушкой. Для них шахматы – любимая игра. К тому же развивает смекалку и логику. Развивает память, она заставляет подумать на несколько ходов вперед. И она захватывает. И как в любой игре, здесь есть проигравшие победители. Все 14 партий в шахматы с блеском провел виртуоз Иван Розум. Но новички тоже показали неплохие результаты. За первое место вручается диплома Гарту Сабитову. Сложно, сложно, очень. Он так делал, все хитро, что я ничего не мог увидеть, что он делал. Все участники и победители турнира получили дипломы и кубки и уже настроились на новую игру. В ближайшее время здесь же, на детской площадке, в Алакжане планируют сыграть в домино. Мария Поздеева, Антон Лукьянов, Волокдепортал.